Машина подпрыгивает на искусственной неровности и приземляется в метре от нее. Это не голливудский блокбастер, а любительское видео. Особенно это создает проблему автолюбителям в ночное время суток, когда габаритное освещение не передает тень от лежачего полицейского. Один такой прыжок способен вывести из строя подвеску автомобиля, которая обойдется владельцу в кругленькую сумму. Случаи в отсутствии предупреждающих знаков в регионе также не счесть. В Сунже, например, только по одной улице рабочей мы наткнулись на пять таких преград. Чем это обернулось для друга отлично помнит Магомед Гулиев. Хорошо хоть обошлось поломанными дисками. Компенсацию за поломку владелец авто не получил, но ответственность за отсутствие знака с компетентных лиц никто не снимает. Территория, на которой проходят проезжие части, это территория, которая должна обслуживаться, она обслуживается хозяином дорог, то есть те лица, которые должны отвечать за безопасность дорожного движения на данном участке дороги. Для того, чтобы обезопасить наших граждан от дорожных транспортных происшествий, проводится обследование дорожного полотна. Если же здесь необходимость для выставления определенных знаков, разметки или же ограждительных специальных средств, предписание направляется в те службы, которые должны это устранить. Эта трасса на балансе автодора республики. Руководитель Сунжинского дорожного управления Руслан Ахриев. Мы связались с ним по телефону. По его словам, вопрос с отсутствующими знаками у них стоит остро. Но часто автолюбители при неосторожной езде их просто сносят. А вандалы разбирают ради забавы. Руслан заверяет, каждый знак зарегистрирован в управлении ГИБДД. Рекордсменам по наличию искусственных неровностей, так же как и отсутствию знаков, ингушские водители называют внутреннюю дорогу Назрань-Сунжа. 28 километров и более 70 лежачих полицейских. Трасса соединяет три города и столько же сельских поселений. Разрешенная скорость здесь 30 километров в час. Без неровностей 40. И это пока самый действенный способ заставить снизить скорость. Но почему не везде есть знаки? После реконструкции дороги от Назрани до Плиева их установили, как и положено. А все неровности, которые уложили после, без них. К примеру, возле первой школы сразу четыре препятствия и никаких предупреждений. Я тоже периодически езжу постоянно. Каждый житель практически села видит, что некоторые знаки отсутствуют. Там, где бордюры, допустим, там, где какие-то неровности, может, повороты. Нужны какие-то инспекции, проверки, чтобы периодически проверялись наличие знаков, потому что это будет сильно влиять на обстановку на дороге и на то, как часто будут вообще происходить дорожно-транспортные происшествия. То есть наличие знаков – это минимизация несчастных случаев на дороге. Местные водители знают, где преграды. Они машинально останавливаются перед неровностью. Но как же быть приезжим, которым наши дороги не знакомы? Чуть дальше от школы на пересечении улиц Осканово и Калоево знак есть. Вот только здесь он как раз и не нужен. Препятствия нет. Трасса также на балансе Автодора-Ингушетии. Реконструкция у нас предусмотрена этого участка с 9 по 11 до этого переезда в следующем году. Работы начнутся буквально в феврале месяце. Сегодня там, где они не стоят, их, конечно, установят. Их установят не сертифицированные. В определенных местах лежачие полицейские вовсе неуместны. Часто жители сами устанавливают препятствия на дорогах, которые не соответствуют стандартам. И тем самым добавляют водителям головной боли. Пока в республике не зарегистрировано ДТП из-за неустановленных знаков. Но все бывает в первый раз. И если ответственные за это органы не будут следить за дорогами, то подобный случай рано или поздно произойдет. Муслим Гани, Вадам Гулой, Вадам Далаков. Новости 24.